МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не нужно доводить нас до проверок. Если что не так, приедем, будут штрафы. Сотрудники администрации встретились на уходящей неделе с представителями управляющих компаний. Назвали темпы уборки дворов недопустимыми. Призвали отрабатывать оперативные жалобы кировчан. В последнее время представителям киров-управлений приходится посещать кировские дворы. Каждый день в Кирове проверяют около 500 домов. Сотрудники администрации смотрят, как управляющие компании справляются с уборкой снега после метели. Проверяют тщательно. Трутуары и проезды должны быть очищены. Не допускается колея глубиной больше 15 сантиметров. Крыши тоже должны быть освобождены от снежных шапок и наледи. Очередной рейд провели по Октябрьскому району. Не все требования по чистоте двора были соблюдены на улицах Ленинградской и на Октябрьском проспекте. На первый раз управляющие компании получают только предупреждение. По кровлям замечания необходимо устранить в течение суток, но уборку двора дается три дня. После чего проверка повторяется. Если ничего не изменилось, коммунальщиков ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. После обильных снегопадов контроль за работой управляющих компаний в территориальных управлениях усилен. Ежедневно в Октябрьском районе осматривается порядка более 150 домов. С начала текущего года осмотрено более 1248 объектов, направлено более 27 предписаний. Качество уборки снега контролируют и по всей области. С тем, чтобы охватить максимум районов, в госжилинспекции запустили горячую линию по уборке снега во дворах. Жители инкоквартирных домов могут пожаловаться на сомнительную уборку у себя во дворе. Звонить можно каждый день по будням с 10 утра до 4 часов вечера по телефону 27 27 46. Сотрудники госжилинспекции соберут всю информацию и направят ее куда следует. Можно рассказать о некачественной уборке крыш, тротуаров и проездов около дома. В ГЖИ признают, такого снегопада не было в регионе давно, но это не повод давать поблажки управляющим компаниям. Были претензии у кировчан и к уборке городских улиц. В то же время власти отсчитывались. Подрядчики вывозят ежедневно в последнее время рекордные объемы снега по 20-25 тысяч кубометров в сутки. Могли бы и больше, но порой расчистить дороги невозможно из-за машин, которые припаркованы вдоль проезжих частей. Для того, чтобы их объехать, водители вынуждены даже выезжать навстречу и нарушать правила дорожного движения. Проблема существует не только на старых узких улицах, но и на новых многополосных. В тему погрузилась на этой неделе моя коллега Екатерина Дворникова. Зимой проезжая часть на многих улицах города становится значительно уже. Причиной тому снег, который не вывозится вовремя, и автомобили, припаркованные в неположенных местах. Как, например, на улице Сурикова. Зачастую именно стоящий вдоль проезжей части транспорт мешает работникам подрядных организаций расчистить дорогу от снега. А это уже нарушение в содержании улично-дорожной сети. Тут основные недостатки – это формирование снежных валов на остановках общественного транспорта, вблизи пешеходных переходов и, соответственно, заужение проезжей части. По данной проверке сотрудниками госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении. Что касается машин, припаркованных вдоль дороги, то они стоять тут могут. Парковка на этом участке не запрещена. Однако сотрудники ГИБДД считают, что знаки, которые будут запрещать стоянку, здесь установить следует. Такая мера поможет решить возникшую проблему с содержанием дорог, говорят эксперты. Соответствующее обращение сотрудники госавтоинспекции направили в администрацию города. На студенческом проезде и на улице энтузиастов похожая проблема. Решать ее планируют не только с помощью эвакуаторов. Когда подрядная организация заходит на снеговывозку, образно говоря, улице энтузиастов, на которой мы сейчас находимся, то есть они выезжают, вызывают эвакуатор. То есть у нас муниципальным контрактом предусмотрена эвакуация транспортных средств. То есть перестановка, мы их приставляем в районе квартала и вычищаем улицу. Но в данной ситуации у нас здесь проблема очень серьезная. С февраля месяца у нас сюда выезжает паркон, будут приходить штрафы владельцам автомобилей. На улице энтузиастов припаркованный транспорт мешает и участникам дорожного движения. От автомобиля до центральной линии разметки должно быть не менее трех метров. Здесь явно виден недобор. Для того, чтобы объехать припаркованные машины, водители вынуждены выезжать навстречку и пересекать двойную сплошную. А это грубое нарушение ПДД. По данным госавтоинспекции, в текущем году было выявлено более ста нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. 43 машины были эвакуированы на специализированную стоянку. Кто и как должен действовать в таких ситуациях, когда припаркованные машины мешают уборке, а снег идет, и качество этой уборки страдает. Уточним у эксперта. На связи Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог. Итак, как тут наладить взаимодействие между всеми участниками дорожного движения, чтобы сделать уборку снега более эффективной? В принципе, у нас очень многие автовладельцы сейчас оставляют и под лобовым стеклом телефоны, то есть есть возможность позвонить, попросить убрать автомобиль. Если их не очень большое количество, то, в принципе, дорожные службы используют эвакуаторы, переставляют автомобили. Если, конечно, с фурами такого произвести не производят, не имеется возможности в силу транспорта, то здесь обслуживающая организация, которая занимается держанием дороги, конечно же, это, в принципе, и ее задача сообщить соответствующие органы, контролирующие, что они не могут выполнить свою работу из-за того, что есть такое нарушение припаркованной автомобиле. То есть здесь уже, знаете, получается, будет жалоба идти не только от автовладельцев, но и уже от полгосударственной организации, потому что, которая нас обслуживает, это ГБУ, ФКУ, то есть это бюджетное учреждение, и это, в первую очередь, бюджетные деньги, потому что они же по-любому составляют план уборки. То есть это готовится техника, это люди, которые выезжают на уборку, а они не могут выполнить полноценно свои функции. Но у людей зарплата идет, техника используется, да, ГСМ, все, то есть рабочие дни выполнить как бы эффективно не получается. И, конечно же, потом приедет, знаете, фуры уехали, да, приехала контролирующая организация, проверяющая тот же самый ГИБДД, как убрана дорога, а там снег не вывезен. Говорит, что там час назад стояли фуры, да, но мы понимаем с вами, как бы. Будут все равно разбирательства, неприятности, и как бы неизвестно, в чью пользу будет принято решение. Но иногда схожие проблемы у нас решаются очень долго. Вот, например, уже больше года водители троллейбусов жалуются на тех, кто ставит машины на разворотном круге на счерса у завода. В последний месяц ситуация усугубилась, машин стало еще больше. Водители троллейбусов заезжают в притирку, рискуют повредить свой и чужой транспорт. При этом, согласно знакам, припарковаться на разворотном круге нельзя. При въезде висит кирпич, также стоит шлагбаум, который никогда не опускается. Водители и их руководство неоднократно писали обращение в городскую администрацию, ГИБДД, однако эффекта нет. А из-за припаркованных машин рабочие отказываются убирать снег. Это физически невозможно. Страдают и пассажиры, чем троллейбусы позже выезжают на линию, отстают от графика. Похожая ситуация и на площади Лепсе. Просто иногда вообще невозможно. Даже одной полосы нам не оставляют. Сейчас вот более-менее расчистили здесь. Одна полоса осталась, только чтобы проехать, а двум троллейбусам не разъехаться. Мы еще где-то должны вставать на обед. У нас здесь обед по расписанию. Соответственно, невозможно нормальное функционирование троллейбусного движения. Кстати, в том числе, из-за припаркованных машин на обочинах в Кирове задумались о введении одностороннего движения на нескольких улицах в центре города. Об этом в телеграм-канале написал глава администрации Вячеслав Симаков. Он отметил, что от жителей поступает много предложений по увеличению пропускной способности некоторых участков. Дороги, построенные еще в позапрошлом веке, не способны справляться с таким потоком транспорта. И даже летом из-за припаркованных машин не всегда есть возможность встречного разъезда. Зимой эта проблема обостояется, отметил Симаков. Департаменту городского хозяйства дадут поручение подготовить проект перевода на одностороннее движение улиц Свободы и Володарского. Также сети-менеджер готов изучить мнение горожан по этому вопросу. И, возвращаясь к уборке снега, вывозят сейчас подрядчики снег с улиц нашего города в рекордных объемах, но, видимо, не всегда доезжают до снежных полигонов, где, по всем правилам, и должен складироваться снег с наших улиц. Жильцы жилого комплекса на Заводской, например, обеспокоены. С началом снегопадов неизвестные стали выгружать снег около детского садика и стройки. По словам кировчан, это было не раз. Люди уверены, что снег свозят именно с городских улиц. В теме разобрался Кирилл Комаровский. Соли, хлориды, сульфаты, нефтепродукты – вся таблица Менделеева оказывается на наших улицах. Соответственно, ядовитый снег должен храниться на спецплощадках, а не на склонах и пустырях, а тем более рядом с рекой, как это происходит на Заводской. В противном случае в Вятку с весенним половодем без всякой очистки хлынут концентрированные загрязняющие вещества – дорожные реагенты. Снег должен от уборки улиц вывозиться на специальные площадки, оборудованные водонепроницаемым покрытием и оболовкой по периметру, которая позволяет исключить загрязнение почвы и водоемов. В случае на Заводской исключить дальнейшие загрязнения могут только разве что контролирующие органы. В природоохранной прокуратуре рассказали, что всего в Кирове действует 4 места для складирования снега. В районе улиц Прудная, Сосновая, Луганская и Южного обхода. Заводскую в списке, разумеется, нет. О проблеме в прокуратуре уже знают. Специалистами будет проведено обследование. В случае, если данный объект попадет в зону либо жилой застройки, либо в места, где запрещено складирование, то, соответственно, будут приняты соответствующие меры. В случае, если складирование снега осуществляется в непосредственной близости к реке, то, соответственно, тоже это будет являться нарушением и меры будут приняты к устранению либо ликвидации данных навалов. Виновных, по словам прокурора, находят по номерам авто. Для этого просматривают камеры либо записи очевидцев. Если в результате действий нарушителя произойдет загрязнение водного объекта, в нашем случае вятки, виновного накажут на сумму до 100 тысяч рублей. Время проведения прокурорской проверки 30 дней. Весь этот период жители ЖК «Салют» будут наблюдать эту большую снежную кучу. И для того, чтобы она стала визуально меньше, мы и работаем. Закончили копать Кирилл Комаровских, Светлана Гудименко, Бюро новостей. Довича. Козьи тропы и заваленные пандусы, соцсети на уходящей неделе пестрели жалобами на заснеженные тротуары и подходы к социальным объектам. Люди писали, что к некоторым из них просто не подойти. Наша съемочная группа отправилась по проблемным адресам. Подробный отчет у моей коллеги Екатерины Дворниковой. Как пенсионеры и инвалиды должны посещать социальный фонд России на Дериндяево-77? Пост с таким вопросом и видеоучастка возле соцобъекта разместили в социальных сетях. Ступени и пандус мы видим расчищают, а вот за их пределами снег никто не убирает. Людям с ограниченными физическими возможностями передвигаться по таким народным тропам явно трудно. Мы приехали на Дериндяево, чтобы оценить обстановку. Территория фонда расчищена хорошо. Видно, что и снегоуборочная техника сюда приезжала. Кировчане теперь могут подойти к фонду без препятствий. Если не считать машины, которые порой припарковывают не в самом удачном месте. Валерия Черемисинова, руководитель Кировского отделения Народного фронта, рассказала, кто должен расчищать от снега подходы к социальным объектам. Если мы говорим о тротуаре, по которому идет путь к социальному учреждению, то, скорее всего, он будет муниципальным. И все жалобы в таком случае мы аккумулируем у себя, собираем, направляем в администрацию города. Если говорить непосредственно о территории медицинского или любого иного социального учреждения, как правило, за него уже отвечает само это учреждение. В таком случае следует обращаться либо к руководству учреждения, либо к вышестоящей инстанции, отмечают специалисты. Но многие кировчане обращаются к соцсетям. Вот такие козьи тропы у МФЦ на Калинина-2. Особенно комично на этом фоне выглядит пандус для инвалидов. А ведь это самый большой МФЦ в городе, куда ежедневно приходят пенсионеры и инвалиды. Позор! В этот же день в комментариях информтехнологии Кировской области ответили пользователю, что подходы к тироделу расчищены. И сейчас, после недавних снегопадов, территория возле МФЦ содержится в надлежащем состоянии. Тротуар тропу для коз уже не напоминает, а пандусом могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями. Ну что ж, мы лично проверили участки возле социальных объектов, на состояние которых кировчане жаловались в соцсетях. Сейчас они расчищены от снега. Но прогноз погоды показывает, снег в Кирове будет идти еще не одну неделю. Поэтому лопата скоро вновь понадобится. Главное, чтобы брали ее в руки вовремя. Екатерина Дворникова, Светлана Гудименко, Бюро новостей Давича. Видимо, приспичило. Власти решили взяться за городские туалеты. Скоро юбилей у города. Пора наводить порядок. Что в планах? Об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. На обслуживание городских общественных туалетов дали денег. В администрации Кирова сейчас ищут подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта более 650 тысяч рублей. Что можно сделать на эту сумму? Сколько уборных в городе сейчас? И сколько нужно, чтобы и гостям нашего областного центра в период праздников было куда сходить по нужде? Подробности далее. А знали ли вы, что общественные туалеты в Кирове есть? Точнее, мобильные туалетные модули. Для их обслуживания администрация города ищет подрядчика. Он должен собирать отходы, проводить санитарную обработку внутри, обеспечивать модули туалетной бумагой. Сумма контракта более 650 тысяч рублей. Услуги будут оказывать по 20 декабря этого года. На весь город туалетных модулей 6. На набережной Грина, в парке Аполло, Кочаровском парке, на Театральной площади, в Александровском саду и на набережной в Нововятске. Правда, не все они в хорошем состоянии. Сейчас в нормальном состоянии у нас туалетный модуль находится в парке Аполло и на набережной в Нововятске. Все остальные, как жители, могут наблюдать уже в не очень хорошем состоянии. Соответственно, нами принято решение по увеличению туалетных модулей, их модернизации. Сейчас мы запрашиваем, ищем коммерческие предложения на приобретение уже современных туалетных модулей, павильонов. Закупить и установить новые, теплые, современные туалеты – дело небыстрое, добавила Юлия Васильева. Работа в этом направлении ведется. Но получится ли у администрации качественно проводить эту работу, сомневается депутат Денис Ерохин. По мнению народного избранника, есть вариант улучшить ситуацию с содержанием старых и с появлением новых городских уборных. Надо привлекать туда бизнес, и, соответственно, бизнес сам может и содержать эти туалеты, и организовывать эти туалеты, кабинки, будь это еще что-то. То есть, это можно переложить на бизнес, и это будет намного качественнее, чем это всегда делает администрация. Потому что все, что делает частный бизнес, это всегда получается в разы лучше и намного дешевле. В этом году власти обещают много праздничных мероприятий в честь юбилея города. Ожидается и наплыв туристов. Наличие туалетов важно как никогда, говорит экскурсовод Ксения Логинова. Причем речь идет не об этих кабинках. Если сравнивать с другими городами, то в Перми в прошлом году было 300 лет. Я ездила туда в сентябре, там на набережной. Как минимум я увидела три туалета, в два из которых я специально зашла и посмотрела. Чисто, красиво. Понятно, что к юбилею, если здесь так же будет, если будут туалеты, это будет прекрасно не только для туристов. Мы прекрасно понимаем, что приспичить может каждый раз. Второе, если мы в цивилизованном мире, мы не хотим видеть, что где-то по кустам кто-то ходит, конечно, здорово, если будут туалеты. В администрации рассказали, сломанные туалеты по возможности отремонтируют. Биотуалеты также будут появляться в парках и скверах на время мероприятий. А в парке имени Кирова даже сделают настоящий стационарный туалет. К юбилею города готовят сейчас и фасады зданий, обновляют, реставрируют. Новость хорошая, но есть и плохая. Люди с психическими особенностями пытаются оставить свой след на новеньких фасадах. Речь о вандализме. На некоторых свежеотремонтированных домах появились подписи рекламы запрещенных веществ или сомнительного заработка. Например, на Карла Маркса 43 пишет паблик «Строем Киров». Как решается эта проблема и насколько остро она стоит, этот вопрос мои коллеги обсуждали на уходящей неделе с начале комитет управления по Октябрьскому району Станиславом Коваленко. Давайте посмотрим эфир. Скажите, пожалуйста, много ли таких зданий в вашем районе, которые испортили вандалы? Точной статистики не приведу, потому что управляющие компании самостоятельно, оперативно закрашивают все появляющиеся надписи. Мы в этой ситуации работаем рука об руку и уже в дальнейшем отправляют информацию о таких надписях в правоохранительные органы. А насколько вообще остро стоит эта проблема? Проблема стоит и проблема никуда не делась. Произошло уменьшение количества испорченных фасадов, когда их ремонтировали. Но опять же, вот сейчас уже, как вы верно отметили, начали они снова появляться. Дело в том, что технология нанесения надписи занимает буквально несколько секунд. И поймать за руку словомышленника представляется очень и очень трудным. Потому что одна секунда приложили трафарет, вторая секунда – это из баллончика пшикнули. И дальше человек уходит куда-то в ночь. А как вообще ищут таких людей? С помощью камер? Чаще всего накапливается информация через камеры, потому что все управляющие компании о таких фактах информацию передают еще раз в правоохранительные органы. Соответственно, специалисты территориального управления во время выездных обследований, мы же в ежедневном ритме обследуем крыши на предмет свесов, сосуль, также фиксируем надписи. Мы здесь сразу же сообщаем управляющей компании о необходимости привести фасад соответствия. Так как у них уже есть колеровки, то они приступают к работе. Мы стараемся, чтобы это все было достаточно очень быстро. А какое наказание вообще предусмотрено за порчу отремонтированных зданий? Здесь нужно понимать, что порча зданий – там два момента. И одна составляющая – это причинение вреда имуществу. И, соответственно, вред этот имеет стоимость, он осмечивается. Та же самая колеровка, отправка рабочих на исправление надписи – это стоит денег. Соответственно, если вдруг злоумышленника поймают, то ему вменяют все те средства, которые будут затрачены на ремонт. Собственно, это, наверное, и единственное наказание. Потому что в данный момент, как таковой пропаганды наркотиков, они заменяют различными словами, как клады и синонимы, допустим, интересы или еще что-то. И поэтому впрямую их обвинить в том, что они распространяют рекламу именно наркотических средств, предположу, что не получается. А если, например, кировчане заметили, что на фасаде, вот в данный момент, на их глазах наносят надпись, куда можно обратиться? Здесь большая просьба сразу же сфотографировать этого человека. А дальше вы можете направить это как правоохранительные органы, так и в территориальное управление, а мы уже дальше отработаем эту информацию. Что касается Карла Маркса 43, удалось ли найти хулиганов, кто испортил здание, и какая-то работа сейчас там ведется ли? Работа уже ведется, и сегодня до конца дня все надписи будут устранены. И если уже говорить об облике города в целом, к фасадам зданий, в том числе в жилых микрорайонах, у некоторых горожан очень много вопросов. Эстетика второстепенна в некоторых случаях, как убедился в этом на этой неделе мой коллега Кирилл Комаровских. Во всяком случае, когда речь идет о том, чтобы согреться. Кировчане обратили внимание на панельные дома, стыки которых заделаны пеной или даже пеноблоками. Горожане это делают для того, чтобы в квартирах было теплее. При этом некоторый внешний вид расчерченных таких панелек очень смущают. Иные недоумевают, как можно запенить целый блок, если без согласования в некоторых случаях нельзя даже установить кондиционер. Визуальная составляющая, безусловно, важна, однако куда важнее монохромных стен – тепло в квартирах. Температура, конечно, это самое основное. Это наше здоровье, это комфорт проживания, это наше окружающее. То есть, если человек себя некомфортно дома чувствует, соответственно, это сказывается на окружающих дома, родственниках, на работе. Понятно, что температура – это все-таки в первую очередь. То есть, у нас температура в квартирах должна быть от 20 градусов и до 24 градусов. Если вы чувствуете, что у вас в квартире холодно, нужно пригласить специалиста, который оценит состояние межпанельных швов, степень их промерзания. После составит акт. Так квартира попадет в очередь на ремонт. Самому пенить стыки или утеплять углы не стоит. Инициатива наказуема, говорят специалисты. Это, конечно, партизанский способ выполнения проекта. Он нигде не согласовывается. Он делается на основании каких-то собраний собственников жильца, жилья и так далее. Они делают это на свой страх и риск. Естественно, городская администрация к этому отношению не имеет никакого. В любой момент она может оштрафовать собственников жилья за самовольную реконструкцию здания. Как минимум, человекам могут просто попросить все вернуть назад. Подобные работы жильцы должны делегировать профессионалам. То есть они должны обращаться в управляющую компанию, которая должна в рамках текущего ремонта эти работы выполнять. Или в рамках капитального ремонта, где либо фонд капитального ремонта должен эти стыки заделывать при проведении соответствующих работ. Либо, опять же, владелец специального счета по решению общего собрания. Если сотрудники управляющей компании не обращают внимания на некачественное состояние стыков, их протекание, пропускание воздуха, необходимо подать письменное заявление в Домоуправление. При этом дополнительно платить за работы не надо. Деньги собирают ежемесячно. В квартплату заложена статья «Содержание и ремонт жилья». В ее рамках и проводятся подобные работы. По существующим правилам, заделка межпанельных швов относится к текущему ремонту дома и должна производиться в кратчайшие сроки. Такой запомнилась нам уходящая неделя. На этом буду заканчивать. Всем приятных выходных. До свидания.